Клиповое мышление или «При чем тут Ютуб?» Статья на Конте за 13 сентября 2019 года. Праведник. Учитывая, что русский язык – язык не простой, а язык образов, для любого русскомыслящего человека совершенно очевидно, что такое сеть, то есть, как его мозг воспринимает это слово. Сеть – приспособление для ловли кого-то или чего-то, и неважно, в каком контексте оно употребляется – сеть предприятий, сеть устройств, социальная сеть и так далее. Чтобы затянуть нас в поле своего влияния, нам придумали соцсети. Совершенно очевидно, что это не безобидное изобретение. Соцсеть абсолютно открыта и безнаказанна, может собирать данные о гражданах и о стране в целом в интересах другого государства. Более того, мы сами помогаем ей в этом, размещая фото и видеоролики себя, детей, родственников, друзей, мест. Помимо этого, одной из задач соцсети является отвлечение людей от реальной созидательной деятельности. Это достигается обилием псевдобесплатных развлекух, коротких шутливых роликов, клипов, помогающих безцельно убивать. Здесь тоже предлагаю включить русское мышление в свое драгоценное время жизни. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вряд ли соцсети сильно затронули людей среднего возраста, использующих сети в основном для поиска старых друзей и однокашников. Однако сети абсолютно пагубно влияют на молодое поколение. Учитывая впечатлительность и неокрепшую психику подростков, сетевые группы могут с легкостью влиять на их поведение, убеждение, помыслы. Примером являются суицидные группы ВКонтакте, представляющие смерть как игру. Таким образом, подрастающему поколению навязываются такие стереотипы поведения, которыми легко управлять извне. Совсем недавно появился новый термин – клиповое мышление. То есть, человек с таким мышлением воспринимает окружающую действительность не как что-то целое, а как набор несвязанных между собой фрагментов и событий, утрачивая при этом способность анализировать поступающую информацию. Человек, познающий мир по роликам в интернете, коротким цитатам и описаниям, несомненный обладатель клипового мышления. Такой человек легко подпадает под влияние экстремистских групп. К примеру, человека, родившегося в 90-е и осознавшего себя личностью в нулевых, легко убедить, что в России плохо и нужна революция. Убедить его элементарно. Например, при царе угнетали людей, люди устроили революцию, стало хорошо. Потом опять стало плохо, потому что снова угнетают невинных людей, которые выступают за все хорошее, значит снова нужна революция. Если не с чем сравнивать, а строить логические цепочки, устанавливать причинно-следственные связи, он не способен. Именно поэтому мы практически не видим на митингах взрослых людей. В основном школота и молодежь, возглавляемая старшими кураторами. Если обратить внимание на YouTube, то как раз в этой сети и формируется основной локомотив российского Майдана. Ежедневно пачками вбрасываются ролики, обличающие власть, призывающие выйти на улицу, бороться с полицией и наконец-то скинуть власть, ежедневно появляются идиоты, которые якобы государство безвинно карает. Однако эти деятели не объясняют, что будет дальше. А у молодых не хватает мышления построить логическую цепочку. Революция, гражданская война, миллионы жертв, упадок и развал государства, чего и добиваются зачинщики. Таким образом, клиповому человеку достаточно показать грамотно состряпанный ролик, а он, привыкший мыслить фрагментарно, тут же примет его за чистую монету. У него не возникнет вопросов, кому это выгодно, что за этим последует. Достаточно назначить виновного, чтобы клипомыслящий тут же с ним расправился, не задумываясь о доказательствах. Это все было с успехом отработано на украинцах, коих с детства воспитывали на ненависти к России, впихивая в них национальную самоидентичность, построенную на выборе фейковых фактов и событий. Необходимо обратить внимание, что на Украине 9 мая, как и прежде, отмечают День Победы люди старшего поколения. Они не могут понять, как это можно отменить собственную историю и разрушить великое прошлое, потому что ощущают логическую связь времен. Именно поэтому ничему, кроме как разрушать, украинцы не научились, и они учат этому наших детей в соцсетях, которым достаточно просто изучить плоды деятельности небратьев. Если постоянно убеждать клипомыслящего в том, что все плохо, и обращать его внимание только на негативные события, его жизнь окрасится именно в те, что она, и вместо того, чтобы попытаться отремонтировать или построить, ему будет проще сломать. С развитием соцсетей государству все сложнее становится отслеживать экстремистскую деятельность. Это своего рода капкан. Цензура в интернете будет сталкиваться с еще большим всплеском недовольства, связанного с еще одним поводом ограничения свободы и прав граждан. Из изложенного следует, что борьба с клиповым мышлением наших детей – наша общая задача как родителей, так и общества в целом. Мы обязаны заставлять детей читать книги и научить их самостоятельно собирать и анализировать информацию, делать выводы и отдавать отчет своим действиям. По скриптум предвижу, как завтра те самые Феди будут усиленно втирать про величайшую подлость всех времен и народов – отмену законодательных актов РСФСР. То, что они нифига не знают, что это значит, для чего это и вообще не в теме, неважно, клипомыслящему достаточно и этого, чтобы получить пятерку лагерей. Праведник. Клиповое мышление или при чем тут Ютуб?